Ну как вам? Понравились наши последние видосы? AEG Battle Arms от RVA, LCT-шной Z-Series, мм? Отлично, ибо обзорить вам их было очень приятно. Вдохновение так рвалось снаружи. А как говорится, пока прет, надо делать. Сегодня разгоним тематику CKB и глянем на Nemesis X9 SMG от Classic Army. С вами Strikeable Sport. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Скорее всего, услышав слово CKB, вам представляются хаотично расставленные фанерные листы, бочки, автомобили, различные крепления и самые отчаянные страйкболисты, не боящиеся прилета шариков, самые болючие места с различными компактными пушками, которые вонзаются друг друга в узких коридорах киллхаусов и зданий. И это именно так. Народ устраивает специальные тренировки по работе в зданиях, тюняют свои привода под такие задачи, подбирают правильные снаряжения, да что уж там, уже давно появился спецов, как отдельное ответвление от страйкбола и даже уже успел стать спортивной дисциплиной. Но как бы там ни было, и там, и там, одним из самых важных элементов игрового процесса является ваш девайс и умение его грамотно применять. Так вот, Nemezus X9 от Classic Army как раз является одним из таких ярких представителей малышей для CKB и уже успевший отличиться своими особенностями на страйкбольном рынке. Это далеко не новинка и забавный факт, что до сих пор еще в страйкбольной тусовке в ру-сегменте никто его не обозревал. Что ж, будем первыми. Итак, Nemezus или Nemezida, это фактически AR-ка под магазины калибра 9 мм. Понятное дело, что такая форма уже многим знакома под обнознаками, дававшей себя на CKB поприще линейки ARP9 от G&G. Но G-шку уже много обзорили, а у Nemezida есть свои интересные приколы. Ну, во-первых, практически весь автомат выполнен из ЧПУшного алюминия. Некоторые элементы, такие как мелкая фурнитура, пины на бодике, винты на прицельных направляющих приклада и даст кавер магнитится, а значит из стали. Под пластик оставили только пистолетную рукоятку и крышку отсека под аккумулятор, который, кстати, очень клево сделан. Но о нем позже. Приклад ПДВ типа характерен для такого привода. Он двухпозиционный, позволяет из 51 см длины привода сделать 59 см. Имеет небольшой люфт, но ради справедливости только он тут и люфтит. Остальное все посажено как надо и не лязгает. Ну, а приклад я уже даже вижу, как можно тут доработать. Вот здесь вот немного нужно добавить фум-ленты или старые добрые изоленты. Да, друзья, это страйкбол, тут порой без таких вот лайфхаков никуда. Также радует наличие антабки под прикладом в самом удобном месте для привода с такими габаритами. Бодик очень внешне похож на РПшку, только там он пластиковый, а тут преобладает алюминием. Маркировок, как и собственно для производителей Classic Army, немного. Классические марки производителя и обозначения на органах управления. Ну, а из прикольных нанесенная маркировка самой линейки Немезида. Оно и понятно, и бы лицензировать тут особо нечего в плане копийности. Типа вот прям боевого аналога точь-в-точь, как X9 в реальной жизни нет. Такие привода еще называют весело вундервафлями. Но все же те игроки, что обычно юзают такие девайсы, и не особо-то требовательны к маркировкам. Таким парням важны практичность, удобство и эффективность. Идем дальше. Орган управления более-менее стандартный, но радует наличие двухстороннего переключателя режима огня. Ну, вам ли не знать, как важны все эти амбидекстровые штучки при работе в здании. Затворная задержка у нее необычная, работает следующим образом. Взвели затвор с зажатой вниз кнопкой ЗЗ. Отрегулировали хопапулю то, что нужно, и нажали на кнопку ЗЗ, чтобы сбросить затворную задержку. Не совсем понятно, бак это или фича, но имеем, что имеем. Но зато у нее мощная пружина рукоятки заряжания. И сама рукоятка чуть ли не свесь гирбокс длиной, а потому затвор возвращается обратно с прикольным таким реалистичным лязгом. Складные съемные прицельные приспособления. В принципе, стандартные. Цевье на интерфейсе M-Log. Места, как понимаете, на чуть более чем 5-тьюбовом цевье немного, так что подходи к выбору обвесов грамотно, исходя из задачи. Зато резьба на внешнем стволе 14-е минус, и забегая вперед, сразу отвечу на ваш вопрос. Внутренний диаметр цевья 35 мм, так что имейте это в виду при подборе трассерных насадок и глушителей. Вдогонку, стволик тут 145 мм и диаметром 6,03. Лезем глубже и сразу идем к отсеку для аккума. Чтобы получить к нему доступ, нужно просто разложить приклад, нажать кнопку и снять крышку батарейного отсека. Меняем аккум, закрыли, ну и собственно все. Очень удобно, не видел такого ранее. Обычно у таких ППшек замена аккума это целая история в духе «открути, затяни, не перебей проводку». Короче, мрак. Тут определенно плюс в копилку Немезиды. К слову о аккумах. Питается Немезида аккумами 7,4 и 11,1 вольт. Садачей токов 20С. Ну, во всяком случае, на это указывает информация на инструкции от производителя. Проводка посеребряная с дополнительной обмоткой от повреждений, что приятно и на коннекторе мини-тайме. Внутри установлен электронный блок управления ECS 2018 года от Classic Army и ключ MOSFET. Электронный блок управления, как вы уже, наверное, знаете, это мозги-приводы. Они позволяют произвести тонкую настройку, дают более отзывчивый и четкий спуск, а также, если блок хорошего качества, еще и защищают всю вашу систему от каких-нибудь казусов типа неправильной полярности или использования, не подходящей для привода аккумуляторной батареи. Также в Немезиде X9 есть настройка режимов стрельбы. Вот как это делается. Переводим режим огня на одиночный режим. Зажимаем спусковой крючок секунд на 5 и... слушаем. По характерному пищанию, который имитирует режим огня, мы выбираем нужный нам режим одиночным нажатием на спуск, переключая между ними. Чтобы остановиться на нужном варианте, просто переводим режим огня на автомат. Готово! Теперь ваш девайс настроен на выбранный режим огня. Кстати, спуск тут электронный, а значит, что тут можно сделать вот так. Ну, я в спецофт не умею, так что если кому такая фича нужна, то на здоровье. Она тут и есть. Собственно, это и есть одна из основных и прикольных особенностей наличия в приводе электронного блока и спуска. Внутрянка. Что ж, картина тут следующая. Гир классический второй версии с 9-мм втулками, но с небольшими доработками. Например, на верхней части идет специальная проточка, объединяющая в себе направляющую для рукоятки заряжания и даст кавера. Вся эта система в сборе делает взвод таким цивильным, что ли, и очень приятным на звук. В общем, для эстетов. Гир имеет систему быстрой замены пружины, что определенно плюс. До мотора очень удобно добираться. Сажал, оттянул, и ты уже вошел. Мотор производства Classic Army. Торковый. Неплохой, кстати, на 7,4 аккумуляторе очень бодро крутит. Цилиндр латунный. Поршень пластиковый. С остальной гребенкой голова поршня алюминиевая с уплотнительным кольцом. Голова цилиндра также алюминиевая с уплотнительным кольцом. И нозл пластиковый. Прямо из коробки сборка имеет хорошую компрессию. Что еще тут? Ну, шестерни стальные. Тапит пластик. Мозги стоят в специальном посадочном месте, подогнаны по пазам. Да и в целом внутрянка посажена хорошо. Все на своих местах. Каких-то таких допилов особо не требует. Бери и играй. Выхлоп у Немезиды как раз под здание. 90-100 метров в секунду. На таком стволе очень даже. Вот вес, конечно, меня немного смутил. Аж почти 2 килограмма 448 грамм. Хотя и быстро привыкаешь. Со всем внешним тюнингом и заряженным БК, думаю, будет около 3 килограмм. Ну, так, плюс-минус. Очень приятной фишкой является возможность использовать не только свои фирменные магазины, но и от коллеги по цеху РП-шки 9-й от Джинджи. Но не наоборот. Имейте в виду. По комплектации. Брендированная коробка. Все лежит на своих местах в пролоновой вставке. Привод, лоудер, шомпол, механический магазин на 120 шаров. Ну, правильно, бункер на этой классе в 2024 году. Это уже моветон вообще-то. Ну, инструкция Only for Englishman, так сказать. В ней, кстати, подробно расписана настройка режимов огня. А, ну, еще тут в комплекте идет вот такой прикольный чехол. Длиной 95 сантиметров на 30. Да и к тому же еще и специального логостойкого полистера. Тут как-то габариты далеко не на мизиды, вам хочу сказать. Достаточно круто. Ну, что тут еще можно добавить? Старые добрые Classic Army и их попытка в CQB. Надежный корпус, компактные габариты, современные примочки, электроника. Словом, тут есть все то, что нужно для хорошего привода, для агрессивных заруб в зданиях. Или, например, начинающему спецофтеру. Судя по внутренней сборке, где все неплохо, привод можно уверенно отнести к классу. Бери прямо из коробки и играй. Вот как-то так. Пишите в комментарии под видео, какие ППшки, по вашему мнению, сейчас в топе. И почему, будет интересно почитать, особенно от их владельцев. Не забываем ставить лайки и подписку. Будем держать вас в тонусе крутым контентом. А на этом у меня все. Увидимся на новых видео. До скорых встреч и пока!